МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У человека же есть не только работа и не только семья. Есть и какая-то духовная, творческая жизнь. Есть потребность отдавать, делиться. У нас кураторы домов престарелых присылают нам фотоотчеты. Мы видим эти лица бабушек и дедушек. Всегда нужны наши носки, наши шапки, наши варежки, наши пледы. И, тем не менее, каждый год им этих варежек не хватает. Потому что внуки, которые приходят к ним раз в полгода, им вот эти красивые вещички дарят. То есть мы людям даже дарим возможность быть великодушными. Это делалось, конечно, с любовью. Тепло, которое они не получили от близких, от этого радостное нам. Мы не всегда можем отдать своим. Может быть, этих своих уже нет. Мы отдаем другим, но все равно это наши сваи. Сейчас мы шьем лапки для медведей. Сначала раскраиваются тушки, потом они отшиваются и набиваются. И уже пришиваются детали. Это вот лапы и мордахи. Потом им будут навязаны шарфики, всем одинаковые. И медведи уйдут туда, куда их ждут. Мне кажется, что меня вот пробило уже на творчество, когда я была человеком совершенно взрослым. Уютка – это программа при фонде «Лавка радостей». Проводят благотворительные мастер-классы, бесплатные. И я пошла посмотреть. И уже я оттуда не вышла, как и не уходит оттуда практически никто. Это такая непередаваемая атмосфера и творчества, и товарищества, содружества, куда всегда хочется приходить. Мы учимся с рук. Но это то, что я люблю. Я не могу учиться из интернета. И вот бабушкины квадраты – это наш основной вид деятельности. Мы из них делаем все – и пледы, и жилеты, и сидушки, и собачьи подстилки. Я умела вязать уже давно, но вот этого я никогда не пробовала. И мне казалось, что это мещанство такое какое-то деревенское. А оказалось, что это необыкновенная красота. И это очень утилитарное. Я не люблю создавать что-то, что ты потом не знаешь, куда ты денешь. Ты убиваешь свое время, а потом выясняется, что это никому не нужно. Все говорят, ой, как красиво, лучше я тебе подарю. Нет, не надо. А это вещи, которые всегда куда-то можно применить. Я работала гувернаторской. Я была учителем. Я работала и в частной школе во Франции, работала в русских семьях. Но в какой-то момент уже нужно вовремя остановиться, потому что педагог – это все-таки профессия, которая требует энергии. Эта работа научила меня чувствовать людей и уметь ладить с людьми. И это, кстати, потом мне очень помогло. Когда я начала работать тоже как волонтер с детьми из детских домов, с детьми-сиротами, там, ну, есть дети с ментальной недостаточностью. И вот здесь тоже сейчас, кстати, мы прорабатываем тоже возможность привлечения вот этих детей к сотрудничеству с уюткой. У нас неконкурентная среда. Кто-то делает медленно, кто-то делает быстро. И вот это вот отсутствие соперничества и соревнований, оно тоже очень благотворно влияет на нашу психику. Мы все психически здоровы. Это такой якорь, который обязательно тебя в какой-то трудной ситуации поддержит. Во время пандемии это просто давало смысл существованию, потому что мы были в контакте, всегда что-то делали. То есть мы вот не просто так там носки вязали и распускали, как у Пенелопа, когда для многих это было колоссальным совершенно стрессом. У нас этого не случилось. Мы все остались в пределе, энергичны, бодры. Вот, например, что мы делали на Новый год. Это валеные шарики. Мы делаем бисерные брошки. И такие у нас брошки. И вот такие. Я работаю так же, как работает библиотека при Музее Дома Русского Зарубежья. Пять дней в неделю. Мне высвобождают каждый вторник три часа из рабочего времени, чтобы я могла вести группу. Это вот вклад нашей организации в волонтерское движение. Ну, мне хотелось бы, чтобы мы процветали, чтобы уютка наша привлекала как можно больше молодых людей. очень мало сейчас людей, которые умеют что-то делать руками. Сделайте первый шаг. Вы не потеряете ничего. Вы только приобретете. Сколько я получаю и положительных эмоций, и опытов, и вот такой дружбы в моем возрасте уже приобрести невозможно. Ни на работе, нигде вы уже не будете иметь вот искренних друзей, таких, как вот из юности. Здесь особые все-таки люди. Здесь они есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова